Видео подготовлено с сайтом online-gdz.net. Итоговое повторение задания 58. Пункт А. Дана функция у равно f от х, где f от х – это 1 делить на х. При каком значении х выполняется равенство f от х в квадрате минус 1 равно f от 3х в квадрате минус 3х. Для того, чтобы ответить на вопрос задания, запишем выражение для f от х в квадрат минус 1. Для этого мы берем функцию f от х и вместо х записываем х в квадрате минус 1. Теперь запишем выражение для f от 3х в квадрат минус 3х. Это будет равно 1. И вместо х мы должны записать 3х в квадрате минус 3х. Теперь мы можем приравнять. 1 разделить на х в квадрате минус 1 равно 1 разделить на 3х в квадрате минус 3х. Прежде чем проводить дальнейшее преобразование этого уравнения, давайте запишем область допустимых значений. Знаменатели дроби в левой и в правой части не должны обращаться в 0, а обращаются они в 0 при следующих значениях. При х равном 1 знаменатель левой дроби обращается в 0, а знаменатель правой дроби, давайте приравняем его 0 и выясним. 3х в квадрате минус 3х равно 0. То есть 3х выносим за скобку. В скобке остается х минус 1 равно 0. Значит, добавляется значение х не равно 0. И тоже значение х равно 1. Значит, ни единице, ни 0 х не должен быть равен. Теперь продолжаем решение нашего уравнения. В левой части уравнения дробь, в правой части дробь дроби равны. Числители дробей равны. Значит, равны знаменатели. х квадрат минус 1 равно 3х в квадрате минус 3х. Теперь мы все перенесем вправо и поменяем местами левую и правую часть. Получим 3х в квадрате минус х в квадрате. 2х в квадрате минус 3х. И единичку мы перенесем вправо, получим плюс единица. И это все равно 0. Теперь нам нужно решить такое квадратное уравнение. Для того, чтобы его решить, мы можем это сделать несколькими способами. Самый простой такой способ. Нетрудно заметить, что сумма коэффициентов а плюс b плюс c равна 0. Но в самом деле 2 минус 3 плюс 1 будет равно 0. Следовательно, первый корень будет равен единице. Второй корень мы найдем, если воспользоваться теоремой Виета. По теореме Виета, произведение корней равно свободному члену, деленному на старший коэффициент. То есть равно 1 второй. Если мы 1 вторую разделим на единицу, как раз получим 1 вторую. Итак, мы нашли корни. Теперь мы должны эти корни сопоставить с областью допустимых значений. Как мы выяснили, х не должно быть равно единице и не должно быть равно нулю. Следовательно, х единица – это корень посторонний. И единственный корень, который у нас остается, это 1 вторая или 0,5. Пункт В. В пункте В тоже дана функция f от х. f от х – это 2 делить на х плюс единица. И выяснить нужно, при каких х выполняется равенство. f от х квадрат минус 2х равно f от х минус 2. Тогда запишем выражение для f от х квадрат минус 2х. Это будет равно 2 делить на х квадрат. Вместо х мы записываем х квадрат минус 2х плюс единичка. Так, и f от х минус 2. Теперь запишем выражение. Это будет равно 2. Вместо х мы записываем х минус 2 плюс 1. Получаем 2 делить на х минус единица. Теперь мы можем приравнять. 2 делить на х в квадрате минус 2х плюс 1 равно 2 делить на х минус единица. Но прежде чем мы будем проводить преобразование, давайте все-таки еще преобразуем. Знаменателю левой дроби мы можем воспользоваться формулой квадрата разности двух чисел и вместо знаменателя записать х минус единица в квадрате. А правый знаменатель так оставим без изменения. Тогда отсюда будет ясно, что х не должно быть равно единице, потому что и левый, и правый знаменатели обращаются в ноль. Этого не должно быть. Теперь мы возвращаемся к решению нашего уравнения. В левой и правой части дроби с равными числителями дроби равны, следовательно, равны знаменателе. х минус единица в квадрате равно х минус единица. Ну, для того, чтобы это решить, давайте поступим следующим образом. Для того, чтобы не ошибиться со знаками, мы все-таки запишем вместо х минус единица в квадрате х минус 2х плюс единица, а потом перенесем справа налево минус х плюс единица. Равно нулю. Получим такое уравнение. х в квадрате минус 3х плюс 2. Вот мы получили уравнение. Теперь находим его решение. Здесь коэффициенты тоже удовлетворяют условию. А плюс b плюс c равно нулю. Сумма коэффициентов равна нулю. Поэтому х первое равно единице, а х второе будет равно свободному члену, деленному на единицу. Значит, просто 2. Теперь вот мы с областью допустимых значений и наши корни слечаем и выясняем, что корень х равно единице. Это тоже посторонний корень. И остается у нас 1 корень х равно 2. При этом значении х выполняется равенство, которое дано в условии. Задание выполнено. И если вам понравилось видео, смотрите видео решения остальных заданий на нашем сайте. Продолжение следует... Продолжение следует...